Мы с этим немножко не согласны и радуем за отмену НДС депонирования и действий налоговой. Действия налоговой должны быть все прозрачными, поэтому я призываю бизнесу, чтобы бизнес подключался к контролю над нашей налоговой фискальной службой. Мы не можем до сих пор получить от налоговой никаких внятных цифр, сколько собирается налогов, какая их структура, кому возмещается НДС. Потому что многие предприятия, у нас недавно был круглый стол с судьями, суды буквально завалены исками. Судьи сами к нам обратились, давайте проведем вместе круглый стол, суды завалены исками по возмещению НДС. В тот же момент наш доблестный Яценюк и пан Ярыска вводят НДС депонирование, которое они так отстаивали. То есть мы платим на непонятные виртуальные счета НДС наперед, а потом государство высчитывает разницу, как бы мы должны платить на самом деле эту разницу. Но мы авансируем проплаты, выплаты на поддержку оккупации Крыма, другими словами. А я еще раз напоминаю, уважаемые коллеги, что бизнес конфисковывает сервера с информацией преступной, с подтверждением преступной деятельности ГФС против малого и среднего бизнеса в Украине. Сервера ГФС объявляются конфискованными и дальше с ними будет разбираться бизнес вместе с прокуратурой. Только что, когда мы конфисковывали сервера, тем сотрудникам, которые нас встретили в дверях, я разрешил не ложиться мордой в землю. Но в следующий раз я могу не быть такой добрый. И пистолет может быть не водяной. На мифические переговоры, конечно, наша группа сходит и посмотрим, что они нам там скажут. Но они привыкли на переговорах с активистами вешать лапшу на уши. Но мы уже тоже, ребята, тертые. Не очень мы верим в эти вещи. Посмотрим. У бизнеса уже давно нет веры в обещания в ГФС и про все те сказки, которые они рассказывают. Мы сейчас поднимемся на переговоры, на которые нас пригласила ГФС. И я прошу вас дождаться для того, чтобы услышать, чем закончились эти переговоры. Спасибо. Спасибо.